подвернулась очередная работенка нужно покрасить пластик от квадроцикла значит что для этого будет использоваться краска вика черная двухкомпонентная с отвердителем обычный акрил грунт грунт акриловый ну и пластификатор также наждачки 320 брусок и красный скотч брайт потому что площадь обработки довольно сложно и одним бруском будет сделать проблематично сейчас покажу фронт работы и как это будет выполняться так фронт работы вот пластиковый обед квадроцикла его необходимо зашкурить подготовить под правильно по пластику то есть первоначально будет грунт по пластику дальше пойдет акриловый грунт акриловый грунт будет замываться и покрываться двухкомпонентной акриловой краски черной вот я начал с необходимо зачистить краску до матового состояния для лучшей адгезии также необходимо удалить все наклейки они уже довольно окостеневшие для этой цели отлично подходит шпатель вот в принципе в идее можно будет потом эту наклейку наклеить если это надо хозяин там как посчитать нужен все наклейки остальные таким же образом удаляются эти наклейки оставлять нельзя иначе потом краска будет отваливаться вместе с наклейками и по такому же принципу проходим все детали шкурим где-то бруском где бруском сложно подлазить матируем скотти брайтом красный зашкурил одну деталь полностью сейчас нужно посмотреть как ляжет весь материал поэтому пройду вот эту вот накладку полностью по всему циклу то есть полностью до конца покрашу и посмотрю как ляжет весь материал не хочется переделать дважды одну и ту же работу мало ли где-то отгезия будет плохая где-то что-то будет подорвать то есть краску я замотал старую слой довольно тонкий надо отметить сейчас обезжирю нанесу грунт по пластмассе посмотрю не подорвет ли где старую краску в общем посмотрим печку затопил температура тут уже градусов 30 на все обезжирил сейчас нанесу грунт по пластмассе в два слоя с промежуточной сушкой как по техничке 10 минут дальше буду наносить акриловый грунт он сохнет 4 часа при 20 градусах но здесь температурку нагоню градусов 40 50 я думаю числа за два управится высохнет пропорции 4 к 1 как по техничке так если это было четыре части значит одну часть отвердителя кроме этого очень удобно пользоваться колпачками вот такими ну в данном случае это отрифтамида комаринной мази можно дефлопоса до чего угодно очень удобно мерить если нет мерных стаканов кроме этого в этот акриловый грунт я добавлю пластификатора то есть эластичные добавки которая позволит стать грунту более пластичным то есть это пластик он где-то на излом может без добавки вот этой пластик может грунт может трескаться лопаться и соответственно потянет за собой краску соответственно я добавляю вот такой пластификатор он добавляется 10 процентов от общей массы данном случае грунта также я буду добавлять в краску все это дело хорошенько размешиваем грунту я даю настояться в течение ну примерно 10 минут чтобы он вступил в реакцию на молекулярном уровне чтобы отвердитель вступил в реакцию и пластификатор принципе консистенция не требует добавления разбавителя я люблю когда грунт погуще вот грунт наведем сейчас пока грунт отстаивается я нанесу второй слой как раз прошло у нас где-то примерно 10 минут и и и и и и и и процеживаю грунт как видно грунт довольно густой через колготки проходит с трудом дюжа на пистолет я 1,7 через эту дюжу такой густоты грунт продавит для более лучшей адгезии грунт я наношу мокрый по мокрому то есть не даю полного высыхания первоначальному слою грунта в данном случае грунт по пластику праймер сейчас буквально минуты через три-четыре начну наносить акриловый грунт это позволит добиться более лучшей адгезии между этими двумя материалами грунт по пластику блестеть перестал в принципе уже можно да уже можно наносить вот я мокрое это она ум это она до Грунт растёкся довольно хорошо, нагоню температуру. Буду сушить, а я пока тем временем пойду шкурить оставшиеся две детали. Вот эта часть загрунтованная уже высохла, сейчас нанес проявку, пойду замывать. Вот оставшиеся две части вышкурины, времени ушло до хрена и больше. Внутреннюю часть сидения трогать не стал, то есть там где стоит аккумулятор и так далее, мелочевка. Это всё оклеил, там всё останется в первозданном виде, всё равно под сидением не видно. Передняя часть капот также вышкурен, всё обезжирено, подготовлено для нанесения праймера. Сейчас нанесу праймер, сначала всё это дело загрунтую и потом у меня в запасе будет примерно около трёх часов. Пока сохнет грунт, пойду замою вот эту часть и сегодня эту часть уже задую в краску. Посмотрим, что из этого получится. Ну и завтра наверное уже буду замывать этот грунт и замывать эти части и красить. Скорее всего получится их красить подетально, потому что места здесь мало. В общем те части у меня загрунтованные пока сушатся. Я решил опробовать краску, покрасить вот эту вот деталь с бака. Для этого я уже размешал акриловую краску в пропорциях 4 к 1, всё по техничке, всё как надо. Но мне кажется чисто чёрный цвет будет не камильфо. Поэтому я решил добавить базы металлика снежной королевы и посмотреть какой эффект это даст. Мне кажется дополнительные блёски дадут классный эффект. Особенно это будет наверное на солнце хорошо смотреться. В общем вот в эту краску я добавил один колпачок снежной королевы. Я не знаю на камеру наверно не видно будет. Ну краской я не знаю получилось видно металлические вкрапления. Как это будет выглядеть на самой детали мы сейчас посмотрим. Не знаю как это всё камера передаст, но я думаю эффект должен быть хороший. Меня редко подводит интуиция так скажем. Поэтому я думаю должно получиться замечательно. Да, такой непонятный эффект. Ну посмотрим на готовом результате. Сейчас я обезжирю деталь и приступим к нанесению. Собственно по первому слою уже будет кое-что понятно. Первый слой я дам. Ну а пылом таким небольшим посмотреть как ляжет краска. Вообще люблю эксперименты. Именно с металликом и акрилом я ещё не экспериментировал. Но думаю в принципе акрил он сам по себе уже в составе своём имеет лак. Поэтому металлик зерно должно в итоге после сушки дать эффект преломления на солнце. Так, детали я обезжирил. Сейчас всё подготовлю для нанесения и будем пробовать наносить. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok